А они говорят, возьми, возьми, распни, вынуждают и требуют креста, потому что желают предать Христу дурную славу. Ибо такая смерть была самую позорную и проклятую, как сказано, проклят, всякие висящие на дереве. Разаконие 21.23. А не знали они, что как древом было падение, так древом будет и исправление. Примечай то, как они сами заявляют, что у них нет иного царя, кроме Кесаря, и через то сами добровольно подчиняются власти римлян и отторгаются от Царства Божия. Посему и Бог предал их римлянам, которых они сами назвали царями, отрекшись от промышления и покровительства Божия. Тогда, наконец, он предал его им. Безумный, надлежало бы исследовать, мог ли он действительно присвоить себе царскую власть, а ты предаешь его, уступаешь по страху и заканчиваешь суд образом недостойным мужа. Неся крест свой, он вышел, так как они, прикосновение к окрестному древу, считали делом бесчестным, то на него, как уже осужденного и проклятого, возлагают проклятое дерево. Примечая и то, что это совершается согласно светхозаветным прообразам. Как там Исаак, неся дрова, шел на заклане, так и здесь Господь идет, неся крест и как бы воин, какой несет оружие, коим не спровергает своего противника. Что Исаак служил образом Господа, это ясно. Исаак значит смех или радость. Кто же иной соделался нашей радостью, как не тот, кто через ангела при самом зачатии подал естеству человеческому радость. Ибо благовестие, которое услышала Дева, приняло все естество человеческое. Отец Исаака, Авраам, значит отец многих народов и есть образ Бога всех, который есть отец иудеев и язычников, по благоволению и определению которого сын его несет крест. Только в Ветхом Завете дело ограничивалось произволением Отца, так как то было преобразованием, а здесь исполнилось на самом деле, потому что это была истина. Может быть и еще сходство. Как там Исаак был отпущен и заклан Агнец, так и здесь божеское естество пребыло бесстрастно, а заклано человеческое естество, которое и называется Агнцем, как рождение заблудшей овцы Адама. Как же другой евангелист Марк 15, 21 говорит, что нести крест заставили Симона. Было и то, и другое. Вначале Господь пошел сам, неся крест, так как этим древом все гнушались и не позволяли себе даже прикоснуться к нему. А когда вышли, встретили Симона, идущего с поля, и тогда древо это возложили на него. Место сие назвали лобное место, ибо хранилась молва, что тут погребен Адам, дабы где было начало смерти, там же совершилось и упразднение ее. Ибо есть предание церковное, что по изгнании человека из рая первым жилищем его была Иудея, данное ему утешение после райского блаженства, как страна лучшая и обильнейшая всех прочих. Она-то первая приняла и мертвого человека. А после потопа Ной предал всем сказания об этом. Посему и Господь принимает смерть там, где источник смерти, дабы иссушить он и. Распинают с ним и двух других. Иудеи желали этим пустить дурную малу, будто и он разбойник. Между тем невольно исполняют этим пророчество, которое говорит, и к злодеям причтен был. Прок Исаия 53, 12. Примечай же премудрость Божию, как она обратила к славе Господа то, что они делали к бесчестью его. Ибо он на самом кресте спас разбойника, что не менее чудно и еще более доказывает божество его. Ибо прославился один только он, хотя вместе с ним распиты были и другие. Этого не сделалось бы, если бы он был виновен и нарушитель закона. Но не был сам выше закона и судьею беззаконных. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 19 по 22 стихи. Пеларжи написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распитый Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Толкование. Пилат пишет титла на кресте, то есть вину, надпись, объявление. В надписи обозначалось, чей крест. Итак, Пилат делает эту надпись, с одной стороны, для того, чтобы отомстить иудеям за то, что они не послушались его, и показать злобу их, по которой они восстали против своего собственного царя. А с другой, для того, чтобы защитить славу Христа. Они распяли его с разбойниками, желая бесчестить имя его. Пилат объявляет, что он был не разбойник, но царь их. И это объявляет не на одном, но на трех языках. Ибо естественно было предполагать, что по причине праздника с иудеями пришло много язычников. Высший Евангелист, 12 глава, 20-21 стих, упоминает о некоторых елинах, пришедших видеть Иисуса. Итак, чтобы все знали о неистовстве иудеев, Пилат возвестил о нем на всех языках. Иудеи завидовали Иисусу и тогда, как он был распят. Ибо что говорят? Напиши, что он сам говорил. Ибо теперь надпись представляется общим мнением иудеев. А если будет прибавлено «сам себя назвал царем», тогда вина будет в его дерзости и гордости. Но Пилат не согласился, а остался при прежнем мнении. Посему и говорит, что я написал, то написал. Впрочем, здесь устрояется и нечто другое, важное. Так как три креста, зарытые в землю, будут лежать в одном и том же месте, то чтобы не осталось безысвестным, который из них крест Господа, удостоилось так, что он один только имеет титул и надпись. И по этому признаку может быть узнан. Ибо кресты разбойников не имели надписей. Надпись, сделанная на трех языках, дает намек на нечто высшее. Именно показывает, что Господь есть царь любомудрия, деятельного, естественного и богословского. Римские буквы служат образом деятельного любомудрия. Ибо власть римлян самая мужественная и деятельная в деле военном. Греческий образ любомудрия естественного. Ибо греки занимались изучением природы. Еврейские – богословского. Ибо евреям верено богопознание. Итак, слава тому, кто через крест явил себя имеющим такое царство. Кто и мир победил, и нашу деятельность укрепил, и подает познание природы, и через оное вводит во внутреннейшие завесы собственное знание и созерцание, то есть, богословие. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 23 по 24 стихи. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части. Каждому воину по части. И хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим у нем жеребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жеребий. Псалом 21, 19. Толкование. Чем дьявол лукавит, в том исполняются пророчества. И смотри истину. Распятых было трое, однако же, речи пророков исполняются на нем только одном. И заметь точность пророчества. Пророк сказал не о том только, что они разделили, но и о том, что не разделили. Прочие одежды они разделили на части, а хитон нет. Но дело о нем предоставили жеребию. Слова ткан и сверху прибавлены также не без значения. Простите. Простите. И свыше и свыше божество. Некоторые же говорят, что евангелист описывает самый вид хитона. Так как в Палестине, соединяя два куска материи, то есть два полотна, откут одежду, потребляя вместо шват тканье, то и он, чтобы показать, что таков именно был хитон, сказал, что он весь ткан и сверху, то есть соткан от начала и сверху донизу. Указывает же этим замечанием на бедность одежд Христовых. Иные же говорят, что в Палестине ткут холсты не так, как у нас. У нас сверху находится основа и уток, а полотно ткется снизу и таким образом идет кверху. Там, напротив, основа находится снизу, а ткань ткется сверху. Таков, говорят, был хитон Господа. Без сомнения, и здесь является таинство. Тело Господа соткано свыше, ибо дух святый пришел, и сила Всевышнего осенила Деву. Лука 1.35 Итак, святое тело Христа, разделяемое и раздаваемое в четырех частях мира, пребывает неразделимо. Ибо, будучи, уделяем каждому поодиночке и каждого, освящая своим телом, единородный, своей плотью всецело и нераздельно обитает во всех. Ибо, будучи везде, он никак не разделен, как и апостол Павел вызывает 1 Коринфянам 1.13. Ибо, сколько бы много раз я не обольстился текущими благами, я все-таки знаю, что они текущие. Знаю и качество, и существо обманчивых и приходящих вещей. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25-26-27 стихи. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и Сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жено, се, сын твой», потом говорит ученику, «се, Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Толкование. Воины действовали по своему неразумию. Он печется о Матери, научая нас до последнего издыхания прилагать всякое попечение о родителях. «И смотри, тогда, как тут находятся и другие жены, он заботится об одной только матери. Ибо на родителей, препятствующих в деле богопочтения, не должно обращать внимания. А о таких, которые не препятствуют, нужно всячески заботиться. Так и он, так как сам отходит от жизни, и матери, естественно, было скорбеть и искать покровительства, поручает попечение о ней ученику. Евангелист скрывает свое имя по скромности. Ибо если бы он хотел хвалиться, то представил бы и причину, по которой был любим, и, вероятно, она была какая-нибудь великая и дивная. Ах, как он почтил ученика, делая его своим братом! Как хорошо пребывание со Христом страждущим, ибо оно приводит в братство с ним. Подивись, как он на кресте все творит без смущения, заботится о матери, исполняет пророчества, отверзает разбойнику рай. Между тем, как прежде распятие, испытывает душевное томление, источает пот. Ясно, что последнее принадлежит человеческому естеству, а первое — силе божеской. Да посрамятся Маркион и все прочие пустословившие, будто Господь явился миру призрачным. Ибо если он не родился и не имел матери, то для чего он прилагает о ней столь великое попечение? Почему Мария Клеопова называется сестрою матери его, тогда как Иоаким не имел другого чада? Клеопа был брат Иосифовым. Когда Клеопа умер бездетный, то по сказанию некоторых, Иосиф жену его взял за себя и родил брату детей. Одна из них, упоминаемая теперь Мария, она называется сестрою Богородицы, то есть родственницей. Ибо Писание имеет обыкновение называть сродников братьями. Например, Исаак говорит о Ревеке, что она сестра ему, хотя она была женой его. Так и здесь мнимая дочь Клеопа называется сестрою Богородицы по родству. В Евангелиях являются четыре Марии. Одна Богородица, которую называют матери Акова и Иосии, ибо они были дети Иосифа, родившиеся от первой его жены, может быть, жены Клеоповой. Богородица называется матерью их, как мачеха, ибо ее считали женой Иосифа. Другая, Магдалина, из которой Господь выгнал семь бесов. Третья, Клеопова, а четвертая, сестра Лазаря. Итак, ученик сей взял Марию к себе, ибо чистая вверена чистому. Смотри, как женский пол тверд в бедах, а мужчины все оставили Господа. Подлинно пришел Тот, Кто слабое укрепляет и уничиженное приемлет. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 28 по 30 стихи. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на и соп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Толкование. Ибо кончина для тела его наступила не прежде, как сам он восхотел. И он восхотел после того, как все исполнил, говорит, жажду. И в этом случае опять исполняет пророчество. А они, выказывая злодейский нрав свой, напояют его уксусом, как они делали с преступниками. Ибо и соп для того и прилагается, что он вредоносен. Некоторые же говорят, что и сопом называется трость, ибо такова вершина трости. Губку приложили к трости, потому что уста Иисуса были высоко. И таким образом исполнилось пророчество, говорящее. Во время жажды моей напоили меня уксусом. Псалом 68, 22. После напоения он сказал, совершилось. То есть, и это пророчество со всеми прочими сбылось. Ничего не остается, все кончено. Он все творит без смущения и с властью. Это видно из последующего. Ибо когда все совершилось, он, преклонив голову, так как она не была приквардена, предал дух. То есть, испустил последнее дыхание. С нами бывает наоборот. У нас прежде дыхание прекращается, а потом голова преклоняется. Он же прежде преклонил голову, а потом испустил дух. Из всего этого ясно открывается, что он был Господь смерти и все творил по своей власти. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 19, глава с 31 по 34 стихи. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Толкование. Иоангелие от Иоанна, 23, 24, совершив столь великое злодеяние, выказывает особенную заботливость о дне. Для чего они просят, чтобы перебиты были голени? Для того, чтобы, если и останутся живы, были не способны к делу. Ибо они были разбойники. И так они не хотели являться в день праздника мстителями и убийцами. Здесь за раз исполняются два пророчества, как далее говорит евангелист. Хотя они сокрушили голени Иисуса, однако же в угоду иудеям пронзают его, и вытекает кровь и вода. И это удивительно. Они думали надругаться и над мертвым телом, но поругание обращается им в чудо. Достойно удивления и то, что из мертвого тела вытекает кровь. Впрочем, иной из недоверчивых скажет, что вероятно в теле было еще сколько-нибудь жизненной силы. Но когда и вода вытекла, то чудо непререкаемо. Не спроста это случилось, но потому, что жизнь в церкви начинается и продолжается посредством всех двух вещей. Водою мы рождаемся, а кровью и телом питаемся. И так, когда приступаешь к чаше общения крови Христовой. Так располагай себя, как бы ты пил из самого ребра. Примечай, пожалуй, и то, как посредством прободенного ребра врачуется рана ребра, то есть Евы. Там Адам, уснув, лишился ребра, и здесь Господь, уснув, дает ребро воину. Копье воина есть образ меча, обращающегося и выгоняющего нас из рая. Бытие 3.24 А как все вертящееся не останавливается в своем движении, доколе не ударится обо что-нибудь, то Господь, показывая, что Он остановит тот меч, мечу воина подставляет свое ребро, чтобы нам ясно было, что как ребро воина, приразившись, ребро остановилось, так и пламенный меч остановится и не будет уже страшить своим вращением и возбранять вход в рай. Да постылятся Ариане, которые в таинстве Причащения не присоединяют воды к вину. Ибо они, как кажется, не веруют, что из ребра вытекла и вода. Что удивительнее, но веруют, что вытекла одна кровь, и тем уменьшают величие чуда. Ибо кровь показывает, что распитый человек, а вода, что он выше человека, именно Бог. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 35 по 37 стихи. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Исход 12.46 Также и в другом месте Писание говорит, воззрят на того, которого пронзили. Захария 12.10 Толкование. Не от других, говорит, я слышал, но сам тут был и видел, и истинно свидетельство мое. Справедливо замечает это, он повествует о поругании, а не о чем-нибудь великом и досточестном, чтобы тебе заподозривать это сказание. Для того, говорит, я подробно описываю это и не скрываю, по-видимому, бесчестное, чтобы вы верили, что все это несомненно истина, а не составлено в чью-нибудь пользу. Ибо кто говорит в чью-нибудь пользу, тот выставляет более славное. Как Моисея считали достовернее его, то он и его приводит свидетели. Что Моисей сказал об Агнце, заколаемом в Пасху, кость не сокрушится. Исход 12.10 То, по объяснению евангелиста, исполнилось на Христе. Ибо тот Агнец был образом его, и много сходного между ним и истинным. Исполнится и другое пророчество говорящее. Возряд на того, кого пронзили. Захария 12.10 Ибо когда он придет судить, тогда увидят его в лучшем и боговиднейшем теле. И пронзившие узнают его и восплачут. Сверх всего это дерзкое дело врагов Иисусовых для неверующих будет дверью веры и доказательством, как, например, для Фомы. Ибо он удостоверился в воскресенье через осязание ребра. Итак, кость не сокрушится у Иисуса. А ребро его проливает нам источники бытия и жизни. Вода – источник бытия, ибо мы через нее становимся христианами. А кровь – жизни, ибо мы ею питаемся. И Слово Божие есть агнец. Вкушай его от головы до ног. Голова Божества, ибо оно – глава, и ног – плоть, ибо она – самая низшая часть. Еще и внутренности его, то есть тайна и сокровенная, с благоговением принимая в пищу. Мы не сокрушаем костей, то есть трудных для понимания и возвышенных мыслей. Ибо чего не можем понять, того мы не сокрушаем, то есть не стараемся понять худо и с извращением. Итак, когда здраво понимаем, тогда не сокрушаем, ибо Божественное сохраняем в целости. А когда будем усиливаться, понять и принимаем еретическое понимание, тогда сокрушаем и ломаем твердые и недоступные мысли. Такие предметы, то есть неудобо приятные, надобно жечь огнем, то есть предавать духу. И он обделает и утончит их, потому что он постигает все и глубины Божии. 2 Коринфянам 2.10 2 Коринфянам 2.10 Иоанна 19 глава 38 по 42 стихи После сего Иосиф из Олимафеи, ученик Иисуса, но тайный и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Почему не из двенадцати кто-нибудь пришел к Пилату, но осмелился на такое дело Иосиф, быть может, принадлежавший к числу семидесяти? Если кто-нибудь скажет, что ученики двенадцать скрылись по страху от иудеев, то и он, одержим, был таким же страхом. Можно сказать, что он, Иосиф, был человек весьма знаменитый и по своей знаменитости известен и Пилату. Подумав, что гнев иудеев укоротился, когда ненавистный для них Иисус уже распят, Иосиф безбоязненно приходит и вместе с Никодимом совершает великолепное погребение. Оба они не представляли об нем ничего божественного, а расположены к нему только как к человеку, потому что приносят такие благовония, которые преимущественно имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро предаться тлению. А это показывало, что они не представляли о нем ничего великого. Однако же они выказывают к нему великую любовь, потому что погребают не как преступника, но великолепно по обычаю иудейскому. Время заставляло их спешить, ибо смерть Иисуса последовала в девятом часу. Потом, покуда они ходили к Пилату, и пока снимали тело, естественно, наступил уже вечер, когда нельзя было устроять гробницу. Посему они полагают его в ближайшую гробницу, ибо на том месте, где он распит, был сад, и в саду гроб новый. Устрояется так, что гроб близко, посему ученики могут прийти и быть зрителями и свидетелями случившегося, и могут быть приставлены воины для охранения, и будет неуместна речь о похищении. Всего этого не могло бы быть, если бы Иисус погребен был далеко. Гроб был новый, в котором еще никто не был положен. Так устроилось для того, чтобы нельзя было перетолковать воскресенье, будто бы воскрес иной, а не Иисус. И иначе. Гроб новый образно показывал на то, что через гроб Господень будет обновление от смерти и тления, и в нем мы все обновимся. Заметь, прошу тебя, как много обнищал Господь для нас. При жизни Он не имел дома, по смерти же не имеет гроба, но полагается в чуждом. Он наг, и одевает его Иосиф. Иисус и ныне бывает мертв, когда его умерщвляют люди, делающие насилие, или страстные до приобретений. Он страдает также от голода, бывает также наг, ибо что не терпит бедняк, все то терпит Христос. И ты ныне подражай Иосифу, прилагай добро к добру, ибо Иосиф значит прибавление. Одевай наготу Христа, то есть бедняка, сделай же это не однажды, но положи во гробе души и всегда помни. Всегда размышляй и заботься о таких делах. Примешивай смирну и алой. Ибо должно обносить в уме горькие и строгие судилища тамошнего века. И тот глаз, который немилостивых назовет проклятыми, отошлет в огонь. Матфея 25, 41. По моему мнению, нет ничего ужаснее этого глаза. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 4 стихи. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Толкование. Единую от суббот Евангелист называет тот день, который мы называем Господним. Ибо субботу и называют седмицу дней, а единую от суббот первый день. «Бог есть Солнце Его, никогда не заходящее». Как Господь воскрес в этот день, тленное свое тело, сделав нетленным, так и мы в будущем веке получим нетление. Итак, первый день седмицы приходит Мария Магдалина. Так как суббота прошла, и законом уже не воспрещалось движение, она отправляется, желая найти некоторое утешение от места погребения Господа. И увидевший камень, отваленным от гроба, с большой поспешностью идет к Петру и Иоанну. «Господь воскрес тогда, когда камень лежал еще на месте, и печати были целы. Но как нужно было кому-нибудь быть свидетелями воскресения и войти во гроб, то камень отвален ангелом». «Мария, ничего еще не знающая о воскресении, называет это событием похищением и переложением. Затем ученики приходят к гробу и видят лежащими одни пелены, а это было знаком истинного воскресения. Ибо если бы кто-нибудь переложил тело, тот не обнажил бы его, и если бы кто-то украл, тот не позаботился бы свивать платы, класть отдельно на особом месте, но взял бы тело просто как было можно». Посему евангелист предварительно сказал, что тело Христово погребено было со многою смирную, которая не хуже смолы приклеивает пелены к телу, чтобы мы, когда услышим, что плат лежал на особом месте, нисколько не верили тем, которые говорят, будто тело Христово украдено. «Ибо вор не был бы так глуп, чтобы на дело излишнее употреблять столько старания и не подозревать, что чем доля будет им заниматься, тем скорее может быть пойман». В котором часу последовало воскресение, о том никто не знает, подобно как неизвестное время Второго пришествия. Если евангелист Матфей говорит, что землетрясение совершилось в глубокий вечер, а Иоанн говорит, что Мария пришла и увидела отваленный камень утром, когда было еще темно, то в этом нет разногласия. Ибо, во-первых, по Матфею поздно в субботу пришли женщины, а Иоанна теперь не упоминается о женщинах. Когда сказал об этом Матфей, излишне было бы о том же говорить и Иоанну. Но Мария Магдалина приходит утром. Различны пришествия, как к гробу. То Мария приходит с прочими женами, то одна, то она только одна. Отсюда и предоставляется разногласие между евангелистами, что они говорят о разных приходах, каждый о своем. Так, во-первых, говорим, что Матфей говорит об одном приходе жен, а Иоанн о другом, о приходе жены Магдалины. Потом глубокий вечер и утро, когда еще темно, что иной назвал бы глубоким утром, совпадающим в одно и то же. Так что все это время есть середина ночи. Если спросишь, каким образом Петр и Иоанн и жены входили во гроб, когда тут были стражи, то ответ простой, что когда Господь воскрес и землетрясением предстал при гробе ангел, тогда стражи ушли объявлять об этом фарисеям. И таким образом гроб освободился от военной стражи, и ученики бесстрашно могли приходить. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 5 по 13 стихи. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон, Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Толкование. «Сам он пришел прежде, увидел лежащие пелены, и ничего более о ней следует, но дожидается Петра. А пламенный Петр вошел внутрь гроба и тщательно осмотрел все. Тогда и он, и Иоанн, вошел после него Петра, увидел погребальные пелены, лежащими отдельно одни от других, и уверовал, впрочем, не тому, что Господь воскрес, а тому, что его украли. Он поверил словам Марии, что взяли Господа. Почему же поверил Марии, а не помыслил о воскресении, потому что они еще не знали Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых, и поверили Марии, подозревавшей похищение и переложение тела. Итак, они возвратились к себе, то есть сами по себе, ничего более не узнавши. Мария, со свойственной женщинам чувствительности и любви к слезам, стоит у гроба и плачет. Не находяя Иисуса, смотрит на то место, где положено было любимое тело, и в этом одном находит утешение. Зато и удостаивается видеть больше, чем ученики. Она увидела то, чего не видели именно двух ангелов. Видение ангелов было для нее величайшим утешением. И светлое их одеяние, и сияние, их одного у головы, а другого у ног. Показывало, что они знают нечто большее, и если будут спрошены, могут наставить. И слова, что ты плачешь, полны искреннего участия. Чтобы Мария не смутилась, как женщина, вопросом этим утешает ее смущение. Спрашивают с таким участием и кротостью. Жена, что ты плачешь? Она же с жаром и любовью отвечает. Унесли Господа моего, потому и плачу. Не знаю, куда и переложили его. Я пошла бы туда, помазала бы тело его. И в этом, по крайней мере, нашла бы некоторое утешение. Ты же пойми, как Петр деятелен и горяч, а Иоанн проницателен и способен к уразумению божественных предметов. Чисто созерцательный предваряет знанием и даровитостью, а деятельный отстает, однако же усердием и старанием побеждает остроту его. И деятельный первый усматривает какую-нибудь божественную тайну. Не подобное ли нечто бывает и в науках? И здесь из двоих мальчиков, малоспособный и медленный, старанием превосходит того, который по природе быстрее и способнее. Так и в духовных предметах деятельный и неискусный в слове нередко понимает лучше, чем созерцательный. Всякая душа, господствующая над страстями, называется Марией. Очистившись посредством бесстрастия, она видит во Иисусе Бога и человека. Ибо один из ангелов, сидящий в головах, указывает на божество, а другой, сидящий в ногах, на уничиженное воплощение слова. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 14 по 18 стихи. Сказавшись, Е обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни!» Что значит «Учитель!» Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Толкование. Для чего Мария обратилась назад? Когда она беседует с ангелами, что ее побудило обратиться назад? Вероятно, пока она говорила с ангелами, Иисус, внезапно явившись позади ее, привел их в изумление. И они, увидев владыку и видом, и движением, и взором, Точас обнаружили, что они увидели Господа. И женщина, сия Мария, заметившая это, обратилась назад. Быть может, он ангелом явился в поразительном виде, А Мария не в таком, но в смиренном и обыкновенном. Почему она и сочла его за садовника? Именно того сада, в котором был гроб. «Посему же она и говорит, Господин, если ты вынес его, То есть, если ты украл его, и не говорит Иисусу, но его, Говорит как бы знающему, в чем дело. Итак, если ты его унес, то есть, взял и украл отсюда, То скажи мне, где ты положил его, И я возьму его и переложу в другое место, Где он будет погребен великолепно». Быть может, она боялась, чтобы иудеи не надругались над мертвым делом, И потому желала, чтобы оно положено было в другое место, Им неизвестное. «Намерение жены полно любви, Но она не может представить себе ничего высокого. И как она сама по себе не могла помыслить ничего высокого, То Господь голосом своим дает ей знать себя, Ибо Он произнес только имя ее, И тем вложил знания, Подобно как иудеям иногда давал узнавать себя, А иногда при них был, и они не узнавали его. Так и в речах, когда хотел, тогда давал узнавать себя. Подобным образом и теперь, когда захотел, Тогда дал Марии узнать себя по голосу. Без сомнения, Он и прежде гласно говорил ей, «Жена, что ты плачешь?» Но Мария не узнала, ибо не было на это воли Иисусовой. А когда Он восхотел, она узнала его по голосу. Она, обратившись, говорит ему, «Как это?» Она видела с Ним речь и говорила, «Скажи мне, где ты положил его?» А теперь Евангелист говорит, что она обратилась. Мне кажется, что она, сказав, «Где ты положил?» Обратилась к ангелам, быть может, С намерением спросить их, почему они изумились. Потом Христос, назвав ее по имени, Изумил ее своим голосом и от них обратил к себе. И она, узнавши его, теперь сказала Учитель. «Она желает подойти к Нему, обращаться с Ним, как и прежде, И, быть может, обнять, как возлюбленного. Но Он наводит ее мысль, чтобы она помыслила нечто высшее И внимала Ему с большим почтением. Не прикасайся ко Мне». То есть обстоятельства теперь уже не в прежнем положении, И я не буду уже обращаться с вами по-прежнему. Хотя Он не сказал этого словами, Но таков смысл слов. «Восхожу к Отцу Моему, я туда спешу, А как я спешу туда, И уже не имею такого тела, чтобы обращаться с людьми, То надо быть благоговеннее ко Мне, К высшему обыкновенной беседы и прикосновения, То есть обращения». Смотри же, сколько мыслей евангелист выразил кратко. Господь сказал, «Не прикасайся ко Мне». Потом как бы кто спросил, «Почему?» «Потому отвечает, что у меня тело уже не такое, Какому свойственно быть в жизни земной, Но такое, какое прилично небу и горним сиреням». Потом вопрошающий как бы продолжает, «Зачем же ты ходишь на земле, когда имеешь такое тело?» «Потому отвечает, что я не взошел еще к Отцу Моему, Но взойду». Ибо это выражает дальнейшими словами, «Иди к братьям Моим и скажи им, Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему». «Хотя взойдет не тот час, но спустя сорок дней, Для чего же так говорить?» Для того, чтобы воскресить ее ум И убедить, что Он отходит на небеса И тем утешить. «Назвав учеников братьями, Прибавляет и Отцу Вашему, Бог и нам Отец, Но по благодати, А Господу Он Отец по естеству, Ибо Он стал Богом Его, Когда Он принял на Себя человеческое естество». Мария, удостоившись таких речей, Уходит и возвещает об этом ученикам. Вот как хорошо усердие и постоянство. Будь и ты усерден, И, быть может, узнаешь что-нибудь высшее, И из учеников слово Сделаешься учителем. Вопросы? Час прошел, пожалуйста, Задавайте вопросы Игнатия Тихоновичу. Спасибо за внимание! Можно вопрос задать? Я же сказал, задавайте. Зачем спрашивать, время терять? Задавайте, конечно. Я хотел вас спросить. Есть у нас такое вот в деревне снятся мертвые люди. И это люди действительно снятся мертвые? Или это бес в образе людей? Про сны Серахов говорит там, 37-я, 8-я глава смотреть. Гоняющийся за тенью. Вот больше ничего тут нету. Верящий с нам человек неразумный. Сон есть сон. Если наяву являются, а такое бывает, это не чистая сила. Наяву просаднём, вдруг она видит, что он пришёл домой, убитый муж. А во сне про сны ещё говорит, там что попало идёт. Тихонович, однако, помнится вам, сном приснился, там три змеи какие-то и так далее. Вот это что-то с Виктором Савченко было связано с его супругой. Но бывают сны, вся разная. Бывают сны от Бога. Мы видим у Даниила, Иосиф разгадывал сны. Кто являлся-то? Никто. Сон, картина. Здесь говорится, а кто во сне являлся-то? Мы не знаем, где. Другой сон бывает от лукавого, навевает мысли. И от переедания и большой заботы. Это одно и то же. Вот три рода снов. И поэтому, а какому видеть? Никакому не верить. Иоанн Косян говорит, сон действительно от Бога только тогда, когда ты увидишь крест. Распятие. Несут его или как-то. Одно единственное событие уже подсказывает. А как понимать? И тогда не рассказывай. Не разгадывай. А пойди, найди, кто понимает. И как это будет разъяснено? Послушаешь, надо или нет разгадывать. Что такое сон по сегодняшний день? Так, приблизительно только люди говорят. Скорость его неимоверная. А взмаха руки, вот рукой взмахнул и ударил. Вот сколько время на это надо? Поднял, опустил руку. А во сне ты можешь видеть целые серии. Один так вот видел. Парижская коммуня участвовал. Его арестовали, привели на галлиотину. И в это время топор опускается. Он в палатке был. А ветром ее раскачало. И палка, которая вход закрывала-то на брезенте, она ударила прям по шее. И вот в этом ударе совместилось все, что он до этого видел. Я еще скажу, что у нас, когда люди говорят, что снятся мертвые, то они делают милостыню в церкви или людям раздают, говорят, что мертвый хочет милостыню казачь. Вот так говорят. Ну что там говорят? Да ну пусть говорят. На каждый чих толкование давать, что ли? Они говорят. Ну еще из этого. Ну и говори. Ничем не подтвержденное. Веришь сейчас нам, говорят, в обнимающий тень. Все. Больше ничего не надо. А если наяву? Вот человек работал, а в это время осияла комната светом, явился ангел. Надо ли верить или не верить? Советует не верить. За это ты осужден не будешь. А если, как Исааки Печерский, поклонишься, потеряешь все. Они, как мячик, тебя будут до утра перекидывать друг другу. Исааки Печерский, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, значит, не дано. Селом не поднимешь. Я спросил, эта фотография ваша стоит у вас? Да, да. Это фотография. У вас волосы такие длинные и есть? Еще длиннее. А это бесчестие. Я знаю. Ну, а знаете, значит, примите меры, иначе противление Богу. Видишь, как женщина стрижется под мальчишку, а мужчина как женщина. Это, ну, не надо это делать. А баптисты не принимают. Они считать ничего не любят. С ними, когда встретишься, там пустота. Ни на один вопрос ответить не могут, ничего нет. А мы церковь, а мы тоже занимаемся. А у нас тоже молодежь есть. То есть, говорить о церкви, их нельзя повернуть даже. Я говорю, ну, вы не церковь. Я докажу ему в течение, там, 10-20 минут. Он не слышит совершенно, как свидетели сторожевой башни. Им что ни говорю, он стоит, и у него все это забетонированы уши. А почему? Да Бог знает почему. Ну, я свой ответ имею. Не прописан на небе. Его там нету. А нету, значит, ничего и нету. А человек, который имеет уже запись в небесной книге-то, его все время тянет, как познать волю Божию, как очиститься от ненужного, он с радостью спешит. А это нет. Они будут там играть на инструментах, петь, ходить, и поют, и поют, мурлыщат целый день. Ко мне приезжали, к нам приезжали даже сюда баптисты. А в абсолютном большинстве, абсолютно, там, 90 с лишним процентов, вообще возможно, что, ну, кто-то из них войдет в Царство Божие, или это не дано знать нам? Ну, как знать? Ничего мы не знаем. Мы должны свидетельствовать. Если он не противоречит, то встреча может продолжиться. А если прямо уже начинает все попирать, то после первого-второго разумления отойди от него. Писание так говорит. Не ставь задачи обращать. Ты ему вознести истину. И поведут перед правителей для свидетельства. Вот и все. Не для того, чтобы ты там их сделал верующим. Это от нас не зависит. Это делает благодать обращающая. А мы должны заняться благодатью призывающей. Показывать Писание. Надо все время этим заниматься. Тогда будет опыт. А сейчас православов-то возьмем, а они еще не знают. Мощи. Вот они теперь чаще исповедуются, чаще причащаясь. Ни одного евангельского слова нет вообще. Да, но они, баптисты, называют себя церковью. Мы церковь. Если мы веруем Бога, мы часть церкви. Он мне сказал, я думаю, не знаю, что сказать. Человек просто там, он этих своих, там, Шевченко какой-то у них там есть, он говорит, вообще, говорит, послушай Шевченко, он такой хороший человек, умный, вот, знает истину. А я говорю, послушай, послушай Игнатия Лапкина, он, там, у него много видео есть, там, бесед. Он говорит, я смотрел, как он меня там называет еретиком, и больше не хочет, не хочет смотреть видео. Интересно. И отдохненно, что ты еретик. Другого названия-то никто еще не придумал. конфессия, динаминация. Это сатана прикрыл два слова. Двумя словами, одно слово – ересь. Нет этих слов. Они любят Библию. Ну, так по Библии-то найди, где эти слова. Что они означают? Он не будет смотреть. Ну, и что из этого меняется? Я и знать не буду. Христу разве все поверили? Да нет. И апостол Павел говорил, а его там побили, да за ноги вытащили. Ты свое дело делай, а на это не смотри. Обращать нам не поставлено в обязанность. Это и невозможно. Спаси Христов. Слава Иисусу. Вот у нас, я гляжу, Фроликов тут, Роман. Он у нас был. И он сам ножницы, я ему дал, и он ножницы, значит, сами отстриг волосы свои. И в крапиву забросил. Вот так надо делать. У него тоже волосы были длинные. По теряпку приезжал. Один раз сказал, один раз только. И все, он все понял. Игнатий Тихонович, Христос воскрес. Воистину воскрес. Скажите, пожалуйста, вот я прослушаю видео «4 тысячи вопросов ответить», там, где вы начитываетесь с Никитой. Вы озвучили все 4 тысячи вопросов или только эти, то, что в плейлисте на Ютубе? Там 74 видео только. Да, ну, конечно, не все. Надо смотреть. Вот мы дошли до 12 папки. Дети, я сейчас насчитываю помаленьку. Ну, вот посмотри, каждую папку. Открой и посмотри, сколько вопросов. Я знаю, что такое. По вопросам евреев 174 вопроса было. Эти вопросы-то они от евреев, может, и шли. Они на занятиях. Я в пяти университетах сразу вел занятия. И везде мне записки давали. А потом уж я отвечал, а дома более расширенное. Это чудо Божье. Попросили вопросы на бумагу оставить. Я... Первая книга открытым оком, я даже номера не поставил. Я думал, издам я или нет? Одну книгу. Вот, а получилось 33 тома по 752 странице. А на первом даже не указано, что это первый том, потому что я не знал, что второй будет. Вот всё неожиданно, всё незадуманно, необдуманно. И Бог так сделал. В каждой книге я делаю ссылок, примерно, 3000 на Библию. 3000. Вот теперь умножь на 33. Это больше, чем вся Библия. Ещё, Игнатий Тихович, хотел спросить. Я, может, немножко отстал от последних событий, но мне мой товарищ Баптист показывал фотографии, как у них там рукополагают их этих... Я не знаю, как назвать там, то есть витю или как. Ну, короче, показал фотки, что у них есть рукополажение. Я на эту тему с ними беседовал. Вот не знаю, откуда они взяли его, кто там дал. В магазине здесь, военный магазин, продаётся всё. Я могу купить погоны генерала. А звёздочки, 4 звёздочки, генерал армии. Я могу купить сегодня же. Но буду ли я генералом от этого-то? Ну, всё буду делать так, вставать так же, честь отдавать, научусь, как Брежнев, а так вот. Ну, ещё это, я генералом стал? Это фальш всё. Подражание. Дети маленькие играют, куколки у них. Заходит настоящий жених с невестой у них. Они на них, ну, внимание, они куколками играют, сидят. Так и эти. В песочнице. С ними проще всего говорить. Как узнать, кто настоящий? И рукоположение, если есть от апостольских времён, всё. А у них ничего нету. А у пророка Нееми, говорится, искали родословные, не нашли. И были исключённые из священства. Что у них нет ничего. Мы одно время сильно занимались этим. И люди ездили по Европе, там везде узнавали. Нигде нету. Что интересно, ни один епископ не переходил туда, и чтобы он не был отлучённый. Всё в этом. Натя Тихонович, что думаете за опыт, вы, короче, Слава? Мир всем. Непонятно, ещё кто говорит? Я спросил, что думаете за опыт, как Вячеслава? У нас здесь просто люди с ума сошли с этим Вячеславом Славиком, то есть, или как его там, купили себе книги, там, его, и это вообще такое безумие творится из-за этого Вячеслава, Славика этого. Не надо ничего, надо делать конкретное дело. Вот мы занимаемся вопросом иконопочитания. Почему мы имеем иконы, почитаем, согласно Слову Божьему. Вопрос стоит так, почему у них икон нет? По образу чего у них построено? Почему они детей не крестят? На основании чего? У нас всё обосновано на Слове Божьем. Так и было в исторических временах. А у них ничего этого нету. Только одно. Надо научиться говорить, я спасён. Я спасён. Я говорю, ты можешь пасть? Нет. Все отвечают, нет. Я спасён, я уже вписан. Всё, никуда. Можешь спокоен быть. Писание так не учит. Игнат Тихонович, Андрей про Славика Чербаркульского спрашивает. Кто там все с ума посходили по нему? Кто ещё его спрашивает? Я спрашивал за Славика этого. У нас здесь люди книги себе покупают, там всё такое. Ну, конечно, с ума сошли. Ну, что там делают? Интересно. А вот там делают. Ну, зачем тебе это и знать-то? Делают и делай, а не другого у них нет занятия. Нам разве это павильон, а самому тебе не стыдно? Куда идёшь? Мальчишка. Он динозавры, мультики смотрел и говорит. Пророчества какие-то. Специальная комиссия была от патриархии. Ничего не было. Всё это обман. И вышел какой-то священник, отлучённый. Он у них там был. И говорит, книги-то я написал. Я придумал, написал. А сейчас уже не слышат ничего. Бесполезно. Я придумал, этого ничего не было. Придумал головой своей. А сейчас я каюсь. А его уже не слушают. Всё. Да зачем тебе это нужно? Ты читай пророка Исаию, Иеремию. Славик сказал. Да где вы видели в Ветхом Завете или в Новом, чтобы дети были пророками, там, будущее событие предсказывали. Ты что-то где? Когда? Когда? Никогда этого не было. Даже бредом и то назвать. Это возвышенное. Комиссия была составлена. И книги разобрали их. И беседовали. И ничего нету. Всё обман. А люди приезжают. Ну, люди-то приезжают. Это их так не учили. Они ездят. Камушки собирать надо. Где ещё текло, залижут. Срам один. И также по этих кодах. И НН тоже. Документы все отказались от всего. Там вообще. Я говорю, вы зря это делаете. Я говорю, нет, там всё, там, шестёрки, там, чипы. Воюют-то с буквами. С буквами. И НН. А скажи, расшифрован, выговорить-то не может. У них ещё ничего нету. Это невежный закон. Для них всё. Земля плоская, некруглая. Даша Стерлигов, это Герман хороший. А это обманщик. Разрушитель. Там всё шаблонное. Образования никакого нет. Не понимают ничего. Обощённые люди. А в ННН, в разных штрих-кодах, патриархия отдельно всё это разъяснила. И притом правильно разъяснила. В священном начале даёт ответ, они никого не слушают. А обманщики будут преуспевать. Так написано. А сколько возьми Виссарион. За живого Бога его признают в Красноярском крае. Торопов, Сергей, милиционер. Люди-то ничего не имеют. Им нужно пощупать, на зубок взять. Даже говорить, и то зря, что всё это. Торопов, Сергей, можно я задам вопрос? Да давай же, Рахиль, ну что ты? Вот на воскрешной школе у нас... Я два года хожу почти. И вот не изучают Святое Писание и всё тут. И я вчера говорю, ну наконец, когда мы уже начнём изучать Евангелие хотя бы? А зачем? Вот главное, в православии нужно в воскресенье приходить на службу. Исповедоваться и раз в месяц причасятся. Всё. Вот что мне, ходить туда или нет. Уже мне, знаете, не хочется. Там время просто проведёшь и всё. Но я нет этого раннего слова. Раз такое дело, не ходи, занимайся дома. У нас такие материалы, профессорам не провернуть. А ты ходишь одно и то же. Действительно, зачем идти? Ты ничего не имеешь оттуда. Ну просто есть надежда, что я может... Я нет-нет, стихи из Библии привожу им, что вот надо-надо. Но не знаю. Дела наши говорят больше слов. А ты не говори, а сама делай. Богу угодно этот город будет виден. Ты верни книгу сначала от Попа. Не возвращает вот. Пойди домой к нему, зайди и скажи, мне нужно вернуть. Вернуть надо. Я думаю, он её дал почитать выше там кому-нибудь. Неважно. Приди к нему прямо на дом, стой и говори, мне надо её книгу. Верните и всё. А если ему надо, скажи, вот вам адрес дай мой. Пускай напишет и купит. Ну да. Ладно, так и сделаю. Так и сделаю. Напиши мой какой электронный. В скайпе пускай выйдет. В мейерл.ру. Я ему скину все данные. У меня карточки. Куда ещё послать? Спасибо. У меня сегодня интересные были встречи. Он уже не мальчишка, уже муж 21 год. И вот он, раньше ещё с мамой встречались, и он говорит, меня это остановило от многих дел-то. У него параноидная шизопрения. И вот как с таким человеком разговаривать, вы посмотрите. Он говорит, а в руках у него во рту такая папироса дымит. И вот с этого мы начали говорить. Я её ужал, всё, но теперь надо ставить там. У меня очень медленно качает. Это отдавать я не хочу. К утру, думаю, будет стоять. Посмотрите. Параноидная шизопрения. Во свете Библии. Я думаю, никто не рассматривал это. Я говорю, порви себе папироса. Он начал папиросы рвать. В это время открывается дверь, и заходит человек. Он на 7 лет моложе меня. Это его дедушка. И как раз за папиросами заходит. А он его Николай звать, этого мальчишку-то. Ну, мужа уже теперь. А он её... Только разорви, выбрось, я говорю. Ну, вам надо послушать будет. Вот конкретный результат уже... Он уже не тот. Мы встречались несколько лет назад. Он Библии читает. И при том... Ну, больной человек. Больной. Там голова запрокинутая, глаза. Но Писание, в какое место я начинаю читать, он продолжает дальше этот стих на память. Ну, бывает общими словами, но по делу говорит. Мир вам. Инотехничный, это Роман Фройко. А таким людям, вот им, которые лежат, особенно в психиатрии и так далее, им такие препараты дают для развития мозга нейронов. И у них память лучше. И соображалка иногда даже лучше временами работает, чем у простых людей. Улучшает память препараты такие, лекарства. Ну, и что дальше? Ну, просто вы об этом сказали. Я как раз про препараты и говорил, что ничего не надо принимать. Об этом разговор шел. Я у него узнал. Полчаса примерно беседа была, но она буквально все обхватила. Монахи пойду. Я говорю, ну что, все на это сказать. Надо бежать от них, а ты, я пойду к ним. Все так неактивно-то. Столько времени, промежутки времени. Я сейчас смотрела ваш ролик с девушкой, которая платок стала носить. Мне понравился. Она впервые, да, по-моему, ролик с ней? Да, я второй уже. Марина звать? Не знаю, как Марина зовут или нет. Вера звать? А, Вера, Вера, вот. Вера, я сегодня поставил. Ну да. Она уже отблагодарила. Я перед занятиями за две минуты успел. Сегодня говорили, сегодня я уже поставил. Она очень искренняя, очень. Тут Елена была на встрече с Асом Геннадием Пасом и прислала прекрасную фотографию. Я не вижу, где она тут, Вера. Все тут они, они вас слышат, Игнатий Тихонович. Ну так я жду вопросы, давайте. А пускай Вера немного расскажет, как прошла встреча. Так. Вера, на трибуну. И какое у неё крещение было? Ну вот. Мир всем. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Ну, я живу в Московской области. Вот, фамилия моя Митрохина. Осенью я познакомилась с Ксенией нашей Юровой. И через интернет мы стали с ней общаться. Через благовестие я поняла, что я не православный человек. Хотя до этого всё изучала, молилась, просила Бога открыть мне. Ну, кто такой православный человек, христианин? Ну вот. И Господь стал события такие посылать в жизни, что через, ну как вот, я смотрела в Писание и на себя. Всё сравнивала в Писании, в себе смотрела, как я отношусь к жизни, к Богу. И в декабре месяце я поняла, что я не православный человек. Вера в Душе, но не с Богом. И когда я увидела всё запустение в храме, в церкви, что творится, для меня это была полная трагедия. Я всегда так искренне верила, что, ну, я верующий человек. Ну, потом я зашла к Сене вот на страничку ВКонтакте и увидела ролик с Игнатием Тихоновичем. Вот. Я, конечно, пять минут посмотрела и выключила. Я испугалась, потому что я очень боялась уйти не туда. Ну, от Бога я боялась отойти. Ну, а потом Ксения всё равно продолжала через интернет благовествование. И я всё-таки потом решилась и осмелилась, включила вот этот ролик с Игнатием Тихоновичем. Вот. Ну, и потом стала анализировать. И у меня всё-всё улеглось, что Игнатий Тихонович говорит. Я настолько благодарна. Вот теперь я не могу, ну, без роликов, без Знаний, как бы я всё это смотрю, смотрю в Библию и всё это сверяю. Я очень благодарна. Я благодарна, что я в вашей семье. Я раньше чувствовала, что я одна. Вот. Я говорю, Господи, ну как же мне одной тяжело? Мне не с кем даже поговорить о Писании, о Господе. Я говорю, ну пошли ты мне, друзья. Все те друзья, которые были раньше, они от меня отвернулись. Вот. Вот я осталась одна. И родные, как бы мама с папой, брат со своей семьёй меня тоже сейчас не воспринимают. Ну, можно сказать, шарахаются от меня, что я такая, ну, фанатичная, как бы православная фанатка стала, можно если так сказать. Вот. Ну вот так вот. Крещение. Потом, когда я поняла, что я не крещённая, я ездила в Москву. Вот. И отец Константин меня там окрестил в полное погружение. Фотографии вы тоже видели. Вот. Так что я Богу благодарна, что вы все у меня есть. Я вас всех-всех люблю, за вас всех молюсь. Вот. Жалко, что вот личного общения нет, не могу никого обнять. Вот. А только так, через интернет. Спроси всех Христос. Слава Христу. Вера, крещение у вас какое было? Полное? Я узнавала у мамы, какое у меня было крещение. Это было в детстве. Она мне начала сразу говорить, ну зачем ребёнка как бы окунать полностью воду, в ушки там, ну, заливаться будет водичка. Но, как вот говорится, что святые отцы говорят, если ты не уверен, что ты крещённый, то смело можешь идти окреститься. А потом я приехала в Москву, и с отцом Константином мы около двух часов с лишним разговаривали. Были слёзы, сопли. Простите, но я так плакала. Я всё вывернула через себя, через изнанку. И потом уже договорились с ним о крещении, я приехала, и вот он меня крестил в Москве. Слава Богу! Слава Христу! Да, укрепить тебя Господь! Да, и вот смотрю порой ролики на собраниях. Люди, да, люди сидят, они привыкли к Игнатию Тихоновичу. Вот жалко, что нет Игнатия Тихоновича такого рядом с нами, поближе, чтобы просто смотреть и учиться у него. Это просто кладезь информации о жизни, которых только поискать нужно. И Богу благодарным быть за таких людей, которые нам посылают, но посылает Господь. Вот, я рада. И вот, что у меня Ксения появилась, Юрова, я безумно рада. Наталья Усатова, мы с ней общаемся, с Мариной. Всех-всех люблю. Спасибо, Христос, всех! Мир вам! Это Роман Фроликов. Ну, вот у нас Игнатий Тихонович далеко, но он близко через видеоролики. Вот всем тоже говорите, что пусть смотрели канал «Во свете Библии». Рината Сергеевна, где здесь у Витары? Можно вопрос? У меня не тихо на речи. Что-то у вас крутится, крутится, а самого не видно. Что-то действительно такое явление. Я, если когда включу видео, у меня телефон, тогда пропадает... Вопрос у меня не так порядок. Чем объясняет такое явление? Ничего не слышу, прерывается. У меня сейчас совершенно утрачен интерес ко всем Сибири и Демляне, и для меня здесь представляет только канал «Во свете Библии». Помедленнее чуть-чуть говорите, Сергей. Мне сейчас такое явление... Мне сейчас такое явление... Я совершенно не стал смотреть новостные передачи и каналы. Они мне стали неинтересны. И у меня остается только один канал, и другого душа и не требует. И не просит, и не хочет. Вот такое явление за собой замечаю. На это явление всех нас коснулось. Да, слышно, Мик. Слышно хорошо, но между словами как бы паузу надо делать. Потому что нас все равно записывают, и они определяют каждое слово, и когда не справляется, когда плохой интернет, в общем, главное уходит на то, чтобы записать нас. Поэтому надо четче говорить и паузу между словами делать. Побольше. Подольше. Подольше. Уже время 37. Все, на молитву. Сергей Павлович вышел. Ну что, молитесь давайте еще Сергея Павловича. Давай, Роман, молись. Благодарим Тебя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, что позволил нам собраться сегодня, изучать Святую Библию, Слово Твое, пообщаться. Господи, слава Тебе. Ангел Вапияши. Ага. Ангел Вапияши. Благодатней, чистая Дева, радуйся. Благодатная. О, Господи. Кто-нибудь начните, я уже, что-то у меня вылетело с головы. Ипаки реку радуйся. Твой Сын... Ангел Вапиюши. Благодатней, чистая Дева, радуйся. Ипаки реку радуйся. Твой Сын воскресе, три дневе над гроба. И мертвые возникновые люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава Бога Господня, на Тебе, Васия. Ликуй ныне, веселись, о Сионе. Ты же, чистая Красуся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Молитец Игнатий Тихонович. Любящий наш Отец Небесный, как велики щедроты Твои долготерпения. Научи нас вникать в каждое слово Твое и слышать голос Духа Твоего Святого. Крепко держаться в вере Святой Православной, не увлечься заблуждениями беззаконных. Родных и близких наших найди, которые не познали Тебя. И правителей наставь на путь истинный, и сохрани от покушения на них. Мы просим Тебя, Владыка, и наши сердца исполни благодатью, желанием возвещать истину тем, кто ничего еще не знает. Укрепи народ Твой. Тебе, Боже, хвала, слава, счастье и поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу. Аминь. Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Продолжение следует...